Во время перерыва было задано несколько очень хороших вопросов Если Бог дает особую благодать для того, чтобы мы смогли простить, как неверующий в принципе может простить Не может вообще Еще раз Если мы прощаем благодаря силе Божьей, то есть Бог прощает, а не мы Как неверующий не знающий Бога человек может в принципе в теориях вообще простить Но неверующие люди же тоже получают благословение от Бога Но не верующие люди же тоже получают благословение от Бога Долгими и надплывами Как солнце и солнце показывает на хорошем и плохом В Богословии есть такой термин – общая благодать И, например, в Романсе 2, где он без Библии В Послании 2, мы читаем о человеке, который, не имея закона, сам себе по закону хорошее дело То есть не зная закона, он сам себе имеет закон и по совести хорошее дело То есть это благодаря общей благодати Ну, я как бы согласен, конечно, но есть вот какая-то, прослеживается с добрыми делами Если человек, не покаявшийся, прощает или добрая дела Пусть это на лицо не видно, он не говорит, что это я делаю или еще Пусть он тихо, скромно делает Но если в этом не прославляется и Бог, а так он не покаявшийся, не может прославить Но если он не живет Богом, он не живет Богом Он не живет Богом Он не живет Богом Это плохое благодать И его forgiveness – это плохое погибление Нравое погибление Как хипокроссия Я бы сказал это, что если человек, который трудится Если человек, который не виноват соотношает, то есть как проблемат Допустим, подойдет ко мне неверующий человек, у него проблемы, он не может простить. Конечно, у меня будет большое побуждение ему сказать, что если ты обратишься ко Христу, покаешься перед Ним, тебе будет гораздо легче простить другого человека. Само осознание того, что мы прощены, помогает нам простить других. Вторая вопрос была, есть ли вообще ситуация, где, скажем так, есть экстрамаритальный отношение, что все ответственности на одного человека и на другом человеке абсолютно ансо. Второй вопрос был об измене. Вопрос в том, бывают ли случаи измены, когда одна сторона виновата на 100%, вторая сторона абсолютно не виновна. И, конечно, не бывают случаев, когда 100% к нулю, соотношение. Но бывают много случаев, когда соотношение очень сильно перевешивает в одну сторону. И когда одна сторона виновна гораздо более, чем другая сторона. В нашей первой церкви был один молодой человек, он у него служение в Гринхаус, это молодежное служение. Он был женат, было уже пять детей. Но он вступил в отношения с другой женщиной. И дальше все стало разворачиваться, очень много нехорошего будут нарушить. Он снял квартиру для своей дочери, чтобы она могла проводить там время со своим другом. Своим детям он покупал алкоголь, когда им это нужно было. Но самое, может быть, страшное, что я обнаружил, у него был сын, он был 14 лет, и привел его в центро города Денвера в тот район, где жили гоносексуалисты. Оплатил ему гостиницу там на неделю. Не оставил ему никаких денег. Ожидая, что этот сын будет вынужден продавать себя другим гоносексуалистам для того, чтобы себя прокормить. И в это время он, как бы, от женщины к женщине. Вот, мое мнение, внутри него было много зла. И когда мы вспоминаем отрывок, что лучше лиши себя руки, если рука соблазняет тебе. Лучше... Глаза. Да, лишиться глаза. В этом случае он был виновен почти полностью. Я пытался до него достучаться, бесполезно было достучаться. Я проехал 200-300 миль для того, чтобы с ним встретиться, и не получилось с ним встретиться. Сейчас я хотел бы, чтобы мы обратились к одной истории, истории с амишами. Есть артикл, который был Чек Колсон из Президентского партнерского 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 партнера. Чек Колсон написал эту статью совсем недавно, 3 октября. И он написал одну фразу, которая заслуживает того, чтобы ее записать себе. От огромного горя через огромную веру приходит огромная благодать. Есть группа людей амишей, и в их культуре прощение коренится очень глубоко. Участвуют в хлеб-преломлении или причастии они всего лишь дважды в год. Но для того, чтобы участвовать в причастии, они проходят месячное приготовление. И составляющей вот этого приготовления является то, что если кто-то держит какую-то обиду на кого-то, он не может участвовать в причастии, с тех пор, пока не примирится с тем, кто в обиде. Если послужить дважды в две недели до совмещения, то есть время обиды. А потом есть сезон по-другому, и иногда совместные служения даже длежатся за неделю, если есть более широкая дисфармония между людьми. Потом за две недели до самопричастия они постятся, проводят служение и они могут даже отложить на неделе самопричастие, если видят, что в обществе, в этой группе людей, для которых причастие преподносится, нет гармонии, нет мира. И он говорит, что гораздо больше можно сказать о прощении после того, что произошло в прошлом октябре. Вопрос в том, достаточно ли внимания мы уделяем взращиванию этой культуры благодати в своих церквах? Учим ли мы наших детей прощение? Ахтивно ли мы трудимся над постановлением состояния тех, кто кого-то обидел и тех, кто явился живой жертвой? И боремся ли мы со злом в мире посредством добра, как нам завещен? Амиши, или по-другому их называют пеннониты, преподавали нам великий урок преодоления ненависти и отчуждений. Это христианское мировоззрение единственное, которое дает возможность дать такой изумительный ответ на такую ужасную трагедию. Насколько серьезно мы воспринимаем повеление идти примириться со своим братом прежде, нежели приносить жертву Богу? Они живут гармонией, потому что они практикуют и исповедуют это глубоко в сердце. Какие-то замечания по этому поводу есть? Ну, его мнение Джима это нормально или нормально не поступает? So, in my opinion, did they do right? I think they did right. Не, я думаю, что это очень хорошая практика. The fact that you could do it that quickly, I'm with Smith and saying it. Not everybody could do it that quickly. Но вот автор, который мы читали прежде, Smith, он говорит, что не все могут так быстро прощать. Но их постоянная ответственность помогает им от того, чтобы убежать в тюрьму. Ну, амиши пошли на похороны. Семьдесят амиши пришло на похороны того человека, который убил их дочерей. То есть они очень быстро отреагировали, показывая прощение. Я считаю, что когда люди одно дело простить, но другое дело, что человек, который совершает такое зло, какое-то сексуальное насилие против детей и все, он должен понести наказание. И очень безответственно просто его простить. И не стоит жить так, как он живет. Да, его надо простить. Я не против. Преступник должен сидеть в тюрьме. Простить, да, конечно, его надо простить. Но в то же время он должен понести наказание, которое положено по закону. Просто, чтобы оградить других членов общества, других детей, например, от такого человека. Я тоже хотел присоединиться к этому мнению Наташа и выяснить этот вопрос. Если бы, если бы этот человек остался бы жив, именно они, то есть вот эти амиши простили его, и в обществе бы не было другого правового законодательства никакого, судебного, как бы было дальше? Да, и я согласен с тем, что сейчас было сказано. И в послании к Риму, мы читаем о том, что Бог поставил судей, поставил начальники для того, чтобы проводить порядок. Даже если человек покаяться и придет к Христу, уверует, все равно он должен нести последствия греха, который он совершил. Я тогда просто добавляю, что очень близко к корейскому законодательству, места и крови будут на ваших руках, как они простили и ничего не подприняли. И если он дальше будет, может совершить преступление. Как в Новосибирске есть заявление, что если кто-то совершил преступление, то он исполнил, но нет действий. И тогда он совершил. И больше крови будет выяснить, что кровь будет на руки и на тех, кто не принимал действий, чтобы остановить его. Можно еще такой вопрос, как бы обратный. Если, допустим, человек, который совершил зло, он сильно, короче, обидел. И тот человек, которого он обидел, он умер. Он раскаялся в своем поступке. И его тяготит вина то, что он не может проповедовать прощение на того человеку только о моем причине. Как ему быть? Вот давайте мы это обсудим. Как простить себя самого? Как мы можем простить себя самого, как можно научиться прощать себя самим за то, что мы совершили в прошлом? Вот такая ситуация. Другой человек уже умный. Может быть, человек и жив. Как подойти к этому человеку? Я буду проходить вас через что-то, что происходит из 12 степей алкоголиков и алкоголиков. Сейчас перед тем, как мы дальше пойдем к нашему суждению, я хотел бы прочитать из... Из того, что читается на группе анонимных алкоголиков. Алкоголик любит свою бутылку. И ничто не может сравняться по уровню его любви к бутылке. Его жена не может соперничать с бутылкой. Его работодатель не дотягивает до бутылки. Его дети также в сравнении с бутылкой не выдерживают конкуренции. И его друзья. У него вот такая приводительная любовь к этой бутылке. Но вот с этой бутылки в руках он не понимает, насколько сильно он ранит окружающих людей. Например, приходят домой дети вечером. Скоро придет домой и папа. И они даже не могут себе представить, что в этот раз произойдет, когда он откроет дверь. Им нужно быть готовым к любой выходке с его стороны. Он может прийти домой трезвым. И тогда вечер нормальный. Но если он придет домой пьяным, то мы вновь видим, как он отбивает нашу маму. И ничего с этим поделать мы не сможем. Но может быть в нас вина. Может, если бы мы что-то предприняли, наш папа так не пил. И тот человек, который пьет, он даже не догадывается, сколько боли причиняет окружающим людям. И четвертый шаг на группе нормальных алкоголиков, которые они проходят. Четвертый этап. Исследование своей собственной жизни. Вот пример того, что происходит в Америке. Вот человек, мужчина или женщина проходит лечение алкоголизма в течение 30 дней. На 12-й день приводит семью для того, чтобы они могли встретиться своей семьей. Жена и дети рассказывают мужчине, алкоголику всю эту боль, которую они испытывают из-за того, что он пьет. Потому что алкоголизм – это семейная драма, это не драма одного алкоголика. После этого 12-го дня, алкоголик прорабатывает все это. И он должен разобраться и признать, кому он причинил боль и какую боль он причинил. Он это все пишет на бумаге. И следующий этап, пятый этап – все это принести Богу и себе и другому человеку. Все это показать нужно Богу, себе и другому человеку. Другой человек – это часто священник. И в Америке, будучи пастором, я имел возможность быть другим человеком, к которому обращался алкоголик с этим листком. Я был в списке, если кто-то из алкоголиков выбирал мое имя, то я оказался там. И что я обнаруживал. Были случаи, когда алкоголики сильно писали этот список, писали эту бумагу, но не было раскаяния. И тогда я говорил – стоп. Тебе еще нужно над этим поработать. То есть, как бы раскаяния в тебе нет. Подожди немножко, сейчас мы дальше и кое-что еще скажем, потом будет возможность. Вот когда этот пятый этап пройдет, то шестой этап – это обращение к Богу с просьбой убрать или исправить свой характер. И следующий этап – это смирение попросить Бога удалить все грехи. И следующий этап – восьмой – это составить список всех людей, которым была обращена боль, и попросить у всех прощения. Этот список может включать разных людей, и взрослых, и молодых, тех людей, которым была обращена боль недавно, и тем, которым она была обращена уже давно. Восьмой этап – это составить список этих людей, и девятый этап – это пойти и просить прощения. А вот пример, мы находим в Евангелии пример Закхеи. Много времени ему не нужно было для того, чтобы это сделал. Он говорит, если я кого обидел, воздам четверо. То есть я верну. И десятый шаг – это постоянно быть начеку, и если мы опять кого-то обижаем, тут же просить прощения и изменяться. Итак, там есть условия, в то время где, скажем, в отношениях, в том числе, в отношениях – в том числе, у мужчин, в том числе, наиболее сложных противостояния – Ну вот, допустим, такая ситуация, вот, когда смотрят за список, вспоминается, что что-то было сделано давно, когда, например, еще был подростком или в молодости, и не будет уместным идти к тому человеку, противоположного пола, для того, чтобы это все вспоминать и опять эту рану теребить. И обычно человеку нужна помощь в определении того, кому нужно подойти, а кому нужно подойти, может быть, не стоит проходить. Но что я обычно говорю людям, идите на кладбище, встаньте над могилой, и скажите, если этот человек умер, скажите, я очень раскаиваюсь о том, что я сделал тебе. Я желал бы, чтобы у меня была возможность сейчас сделать все иначе. Но, к сожалению, такой возможности нет. Но я раскаиваюсь, искренне раскаиваюсь. Есть и другие способы, как это может быть. Можно написать письмо, я уже об этом упоминал раньше. Но алкоголик обычно желает, чтобы прошлое осталось в прошлом, чтобы оно больше никогда не возвращалось. И обычно, когда мы проходим пятый этап, я чувствую искренность в раскаянии человека. Я говорю, что Бог упрощает тебя. Может быть, Бог уже упростил. Но, как пастор, я также упрощаю тебя. Это один из способов, как можно отпустить свое прошлое. И если, вдруг, мы вспомним что-то еще, то мы, опять же, должны поступить именно так. Принеси это Богу и пройти течение людей. Вот вы помните, здесь пару дней назад был человек, который звали Нейтс. Он двумя руками за программу «12 шагов». Вот мое мнение, что не для каждого обязательно проходить вот через эту программу. Но даже если кто-то не проходит через эту программу, обязательно надо признать для себя то, чем ты был неправ в прошлом, и как с этим разобраться. Вопросы или замечательные? Мне хотелось спросить, какие же эти алкоголики у них? С кем они общаются? Они готовы? Они его принуждения или сами же признаваются? Когда они вызвали тракт, они были forced to ask forgiveness and make that list, или это было их собственное воле? Это было forced. Это была часть программы, и они вынуждены были это делать. Кто-то пожелание, кто-то не пожелание. Без первого шага я эту программу знаю. Без первого шага бесполезно все, что дальше. Это признать свое бессилие. Ага. But first step in the program is to admit that you're powerless without that step. Right. Yeah, and I didn't go into the first step. The first step is I acknowledge that I'm powerless over tomorrow. That I'm responsible for. It's a phenomenal... Something I can't control, I'm still responsible for. It's a fact. Даже за то, что я не контролирую, я ответственен за то, что я это не контролирую. I don't care if a person says alcoholism is a disease. Даже если человек говорит, что алкоголизм – это болезнь. As long as I acknowledge that it's a disease that I'm responsible for. Это все-таки болезнь, за которую человек несет ответственность. And then, the second step is to acknowledge the higher power. In our case, we acknowledge that our power is Jesus Christ. And there's no way that we are going to get where we want to go without the empowerment from God. And that brings us to the fourth step. Now, in America, a lot of people will go through treatment maybe three times before they finally do it. Because a person is arrested for drunk dragon is an example. And they are sent to a program. The first time through that third-day program doesn't mean anything to them. The first time they don't go through this program, 30 days, just to go through it. The first time they don't go through it. Then, potentially, you have an attack here the next time. But then, there will be something else that will allow you to return to the program again. I have a question about the prayer of the grave. Or the word of the grave. So when you pray at the grave and ask that person, you don't even have to go to the cemetery to do that. No, I'm not asking for the forgiveness to the dead person. At the grave, I'm not asking for the dead person to forgive me. I'm just, what I'm doing at the grave is saying, I made like hell for you. And you don't even have to go to the cemetery to do that. If you can do whatever you want to do. And for that, you don't have to go to the grave. You can do whatever you want to do. But you've got the potential of at least having a visitor person. But the fact that you are in this place and you see this helps you to feel it. If I'm in prison for life, obviously, I'm not going to go visit the cemetery. If I'm in prison for life, there's no possibility to go to the cemetery. It's not going to go to the grave. I'm sorry. Sometimes when the person is a new believer and confused. And he goes and he goes to the cemetery, he has ended upon the grave. Нужно быть ясными, что мы говорим, что у человека не было неправильное понимание, что это будущее не привело его к какому-то мировоззрению совсем правильным. В России часто разговаривают спокойно, а в Америке. В России часто разговаривают, что люди говорят. Да, я согласен с тобой. Я не могу говорить о том, что это все. Единственное, на что я хотел сделать упор, это как помочь человеку почувствовать, что примирение достигнет. Как бы и в том случае, если человек считает, что ему нет прощения, что он не может быть прощен. Работая с ним, мы можем дать ему пример из Библии, показать ему пример из Библии. Вот Давид, по моему мнению, один с таким примером. Также есть слова Христа на кресте. Очень простим, вы не знаете, что делать. Конечно, люди прекрасно сознавали, что они делают. Они повесили Христа на кресте и распяли Его. Но что они не знали, они были слепы, потому что они не понимали, что он не Бога распинает. И Христос, Он будучи человеком, Он, конечно, молится прости, но не знает, что делать. Глубоко в сердце Бог желает, чтобы люди поняли, что они прощены. Хочет, чтобы мы знали, что мы прощены. Другой пример, блудный сын. Евангелие от Луки, 15-го. Блудный сын, нахлебавшись у него в голове, уже сформировалась картина, как он может вернуться к своему отцу и на каких условиях только он может вернуться. И идя, возвращаясь к своему отцу, он проговаривает в своем уме, что он скажет своему отцу. Я не знаю, сколько времени отец его ждал на том холме, сматривать дорогу. Я думаю, Лоис поднимал бы эту тему с вами. Если бы он возвращался в город, проходя через город, то жители этого города по законам могли побить его камнями, потому что он нарушил закон, поступил своим отцом, унизив его. И когда отец выбегает к нему навстречу, это не только признак его любви, но также это защита для сына от тех людей, которые могут по закону его победить. И вот этот пир в доме отца, это знак для всех жителей в отруге того, что произошло на самом деле. И это огромное свидетельство для всего общества, в котором они живут. Потом, например, со вторым братом, со старшим братом. Он не собирался ничего праздновать. Потому что этот молодой брат, для него как бы кость в городе была в течение всего этого времени. И у него было свое представление справедливости. В соответствии с его справедливостью, старшего брата, для младшего прощения быть не может. Такого примирения быть не может. Это те примеры, которые я бы использовал в весельце с человеком, который не может себя праздновать. Замечательно, какой-то вопрос? Давайте посмотрим, что еще мы можем добавить к сказанным уже. Допустим, я веду машину, я пьян. И кого-то я сбил, человек умер. Затем я покаялся, стал верующим человеком. Я осознал, что Бог меня простил. Но как теперь мне простить себя самого за то, что я сделал? Как я могу пойти к другому человеку и просить у него прощения? Мы вернемся к этому после перерыва. После перерыва мы вернемся к этим вопросам и будем их обсуждать. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok